МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все-таки театр должен быть местом радости, радости творчества. Муки, это как про войну, про войну не забудешь, кто пережил, да? Муки всегда будут, а стремиться только к радости нужно. Вот тут я противоречу Льву Абрамовичу, который всегда говорил о радости, романтизм, страдания, страдания, страдания. Мне лично не довелось с ним общаться. Один раз он пришел к нам набрать «И сестры» в 86-м году. Мы тогда впервые играли в Москве этот спектакль в Ленкоме. Он пришел посмотреть. Он был под впечатлением, подсильным. И помню, как он говорил, потому что вот это его впечатление, да, вот спектакля. И потом, значит, когда он говорил, то одной рукой он, значит, чесал вот здесь, а второй рукой где-то в районе поясницы делился впечатлением и говорил, это да, это интересно, но вот мне кажется, вот как бы вы могли играть? Это без архангельского акцента. Конечно, акцент вам помогает. Что я хотел рассказать, обещаю вам на передаче, что это вы нигде не прочтете. Вот потрясающие две истории. Очень короткие. Когда я уже стал служить в Александринском театре, Галина Тимофеевна Карелина, рассказал мне, когда она только пришла в Александринку, молодая актриса, говорит, куда-то бежала по коридорам, стоял Вивьен и какой-то молодой актер. И Вивьен сказал, Галочка, Галочка, помогите нам. Вот актер Смоктуновский очень хочет пройти на сцену, попробовать походить по ней, проверить акустику. Проводите его, пожалуйста, а то мне некогда. И она проводила, не зная, конечно, что такое. Смоктуновский. И он ходил по сцене, что-то там бубнил, бубнил, пытался голос проверял, потом вернулся и сказал Вивьену, что нет, вы знаете, все-таки к вам я не буду даже пробоваться, показываться, потому что здесь большая сцена, я могу потерять свою органику здесь. И пошел в БДТ. И то Евгений Алексеевич Лебедев, с которым я играл, рассказывал, как они ему уговаривали. Потому что на Ленфильме ему было хорошо, ему очень хотелось остаться в кино, ему уже не хотелось играть в театре. Он уже наигрался по всем театрам в провинции, в кино, и денег больше платили, и не было, так сказать, обязательства каждый день репетировать и что-то играть. А его увидел Товстоногов в фильме про Сталинград и сказал Лебедеву, приведите его ко мне. И мы ему все время говорили. И все оттягивал. Наконец, они его чуть ли не силком не затащили к Товстоногову. Вам стоит попробовать эти троги, но еще перейти к нам, Тетру. Вот согласился, но мучил сироту. Та приходила в ужасе, что я не могу справиться с этим капризным артистом. Евгений Алексеевич рассказывал, говорит, мы все ему говорили. Да что ты? Ну идиот же мой, идиот же мой. Ну и заграй, идиот. Что это нормально? Чего там играть-то? Опять глаза выразительные. Товстоногов его за эти глаза и взял. А он не хотел. Он говорит, я идиотов играл. Говорит, это мне неинтересно. Он не идиот. Он другой. И он искал. Он искал. Он действительно именно к тому времени уже настолько, сказать, испробовал все, что ему уже было банально, да, неинтересно, что он искал. Я это почувствовал Товстоногов, когда уже хотели от него избавиться. Товстоногов сказал, знаете, давайте я проведу с ним эту репетицию. Если он действительно будет артанчиваться, мы расслабимся с ним. Но это была знаменитая репетиция, вот когда он от него требовал, так сказать, перед портретом Анастасии Филипповны, увидеть свою судьбу, свою Голгофу. Вот эта рука, эти глаза, куда-то рука у него шла туда, туда, вот что-то, как будто пытался за что-то ухватиться. Это был 86-й год, по-моему, 7-й, он репетировал Иудушку Головлевых. И рассказывал, говорит, единственный актер, который приходил вовремя на репетиции с готовым текстом, сознанием текста в костюме, это был Смокновский. Все опаздывали, все где-то, вот всегда уже. Лев Абрамович, с чего начнем, он уже готов. Понимаете, вот, дисциплина. И он, какие-то там были у него семейные проблемы, у него был тяжелый случай с сыном, вот, и что-то он с ними не поладил, и это было, говорит, настолько для него видно эмоционально, что он, не выдержав, сбежал от них и побежал на ту квартиру служебную, где находились Лев Абрамович и Татьяна Борисовна Шостаков, жена Льва Абрамовича. И дальше Лев Абрамович рассказывает, звонок, открывает дверь, стоит Иннокентий Михайлович в шлепанцах, в плаще, чуть ли не в кальсонах, сбежал из дома. И с набором продуктовым народного артиста СССР им выдали в театре две бутылки водки, сливочное масло, икра красная, балык какой-то, еще какие-то консервы, ну, довольно, продуктов было много. «Можно я у вас поживу?» Сказал Иннокентий Михайлович. И он дня два, не знаю, столько, он жил у них. Они выпивали, закусывали, и он рассказывал в основном про то, как он был в плену два месяца, и как чудом сбежал. Это был где-то 44-й год уже. Он ведь все-таки он был из породы тех актеров, которые не как бы не системные, он не как бы системные. Как многие справедливо говорят, научить играть невозможно, а подсказать какие-то вещи режиссер может актеру. И вот этот тандем Товстаногов с Моктуновский, он очень так слился, когда Товстаногов, многое поняв, что он может, и сам он потом же вспоминал, что так, как он играл года два-три князя Мышкина, что это был пик его карьеры, что он потом даже в роли Гамлета и других своих больших ролей говорит, даже на йоту я не приблизился в них к тому состоянию, которого он достиг в роли князя Мышкина. Представляете, вот как завышенная планка была к себе. Много воспоминания тех, кто видел вживую этот спектакль. это было чудо какое-то необыкновенное. Он шел, долго шел на встречу с Рогожиным, вот сейчас у него уже припадок начинается, и как в зале была мертвая тишина, и было слышно, как мухи летать, такое напряжение возникало. и все это к тому, что в какие-то моменты у него что-то не включалось внутри, Ильев Абрамович рассказывал это, и вдруг в Иудушке Головлеву как бы органично, и как бы никуда не двигается, все как будто стоит на рот, и скука возникает, понимаете, вот эта вот грань, да, вот чуть-чуть вот что-то не случилось, не включилось, как сложна вот эта не только профессия, но вот этот способ существования, да, вот до предела, да, довести. Я мечтаю вот устроить все-таки встречу с Татьяной Черниговской нашему знаменитому, да, человеку, который это может, может, в какой-то мере объяснить. Мне кажется, это ощущение очень близкое к тем ощущениям, которые возникают у человека во время клинической смерти, вот такого как бы почти запредельного, да, состояния, да, вот, когда в какой-то момент такое ощущение, что ты вдруг даже не раздваиваешься. У меня был момент, это в студенческие годы я его еще испытал в той же роли Мити Карамазова, когда долго-долго у меня не получалось, и, наконец, вот завтра премьера, и вот это все, вот ты понимаешь, что завтра или провал, или как, что, я Аркадьевича прошу, можно мне, ну, а последний раз, там, важная сцена, вот выйти в ней и попробуем, он увидел, что невозможно, простите, это бы вам нет, у вас может и завтра не получиться, и на десятом спектакле, может, может, вообще никогда не получится, сказал мне Аркадьевич, это, это, это роли мирового репертуара, да, вы молодой актер, вы студент, может, и не получиться, и надо так расстраиваться. Я еще больше расстроился, потому что я очень хотел, чтобы у меня получилось. Я говорю, последний раз, ну, пять минут, я играл час, они не могли меня остановить, не потому что не хотели, то есть, не могли, они могли меня остановить, они не хотели меня останавливать, потому что в этот момент у меня вот это случилось, а случилось, сейчас расскажу, что, и вдруг что-то, вот, как взрыв внутри, да, и ты не раздваиваешься, ты даже вот, можете считать меня сумасшедшим, у меня было вот это состояние, когда я видел себя сверху, со стороны, я успевал видеть всю площадку, всех своих партнеров, их дыхание, все, я себя контролировал такой максимальностью, то есть, вот я был свободен абсолютно, контролировал, я был и режиссером сам себе в этот момент, потому что я еще помню, я себе успевал говорить, молодец, молодец, смотри, как точно ты здесь сыграл, точно, и это же не объяснить, что это такое, да, это же в доле секунды происходит, да, какие у меня были глаза, какой у меня был голос, вот, это все изменилось, я сам себя не узнавал, это вот действительно было тут состояние, когда я куда-то попал в другого человека совершенно, и это как бы и я был, но это как бы было не я, и как мои партнеры, они меня тоже не узнавали, они откликнулись, все же понимают, тоже же как бы, одновременно все понимают, что это же игра, мы же не забывали, что это игра, понимаете, мы не сошли с ума, мы не забывали, но это происходило, и целый час я играл, и потом слышу уже, Аркадьевич кричит, я не могу не остановить, простите, за завтра премьера, все должны отдохнуть, и метро, закрывалось метро, меня остановили, а Андрей Дмитриевич, Дмитриев, Андреев был вторым педагогом, подбежал, он тряс меня за грудки, кричал, сволочь, сыграй, завтра, так же сыграй, но ни завтра, ни потом, я никогда так и не смог, не смог, это было вот один раз, это вот сравнивать с каким-то полетом во сне, я бы так сказал, я часто бывает, я летаю во сне, вот летаю, до сих пор летаю, как ребенок, я, боже мой, какая, свобода, звезды, небо, бесконечность, я помню, смешной случай, расскажу, 86-й год, выпускали, повелителя мух, меня очень ругал, Леонид Абрамович, у меня не получалась главная роль Ральфа, я и не хотел ее, мне казалось, что такой положительный мальчик, да ужас, невозможно, такой уж, прямо правильный, мне неинтересно было, меня ругал, отчитывал, все эти греки, все, и ночью снится, что я как будто вот в каком-то сне, вода необыкновенно голубая, трава необыкновенно зеленая, сочная, вот все, и я парю, вот прямо вот, на зеньку, на зеньку, как говорится, и мне так хорошо, душа, успокоен, я весь спокойный, и вдруг голос, Льва Абрамович, вот видите, Петя, вы даже летать не можете, вы не умеете летать, потому что вы летаете низко, вы не можете взлететь высоко, мир все внутри, как я не могу, я могу, я могу, я набираю такую скорость, вылетаю в космос, я уже на какой-то ракете, вылетаю туда, за пределы, там звезды, и вдруг мысль меня поражает, боже мой, я Господа, Господа увижу, Бога увижу, а лика его, не знаю, какой, какой лик у него, многолик он, и от этой мысли меня так, бах, бах, все как в кино, когда пленка рвется, все, а, другой, какой-то колодец, такой каменный, большой, вода, я так по грудь, где-то в этой воде, стою на коленях, двое меня держит, за руки, так крепко держит, я пытаюсь повернуться, голова не поворачивается, вот как будто меня, а передо мной, как в сказке, валун такой огромный, на нем сидит дедушка, седой, белый какой, лунник, такой театральный, очень театральный дедушка, белый, белый, борода, усы, волосы, как Лев Толстой, брюки, так, с коленки, ловит рыбу, с удочкой, сказка какая-то, он долго на меня внимания вообще никакого не обращает, вот так долго я и стою, потом вдруг смотрит так на меня внимательно, с таким прищуром, посмотрел, и этим двоим он у меня за спиной говорит, рано ему еще сюда отпустить, я так, и проснулся, вот весь сон, где я был, куда летал, куда попал, Думаю, да, в это же мы можем только верить, проверить это нельзя, иногда веришь, иногда сомневаешься, как у Достоевского я, человек эпохи неверия, сегодня верую, завтра не верую, так оно и продолжается, мне кажется. Мы, значит, играли зимнюю сказку в Брайтоне, замечательный город на берегу Атлантического океана. Приехал, он и английский, и французский актер, и вот вылетела его фамилия сразу, такой носатенький, он снимался даже в Голливуде, но роли такие у него были небольшие, вот, эпизоды в основном, забыл его фамилию, не могу сейчас вспомнить, и когда он появлялся, он всегда появлялся так, после спектакля, неожиданно за кулисами, падал пред нами на колени, и кричал, great Russian actors, great Russian actors, все так театрально, наигранно, до невозможности, вот, а мы перед ним, да что ты, что ты, ты великий артист, ну и идет все, так сказать, трепачество все это, и вдруг он поднимается, говорит, а теперь без шуток, ребята, вот великий английский актер, Пол Скоффинд, пожалуйста, любите и жалуйте, стоит красивый мужчина, лет 70, стройный, холеный, с молодой, красивой женой, очень интеллигентный, вежливый, говорит, ребята, спасибо вам большое, говорит, очень тронут, очень уследен, а поскольку был этот розыгрыш, мы так все смотрим, что, правда, Пол Скоффинд, а для меня в то время, казалось, что Пол Скоффинд, это было так давно, ну что-то я там помню, с института, может он умер уже давно, но мы не знаем, розыгрыш, не розыгрыш, мы не поверили, что это Пол Скоффинд, а он потом со мной заговорил, говорит, знаете, мне так интересно было наблюдать за вами, говорит, я ведь не играл Леонта, Короля Леонта, я, говорит, переиграл почти всего Шекспира, но самые значимые пьесы, его я переиграл, а Леонта мне не дуялось играть, а я так, с недоверием, он не он, говорю, вы знаете, всю жизнь мечтал играть Шекспира, вот пока сыграл одного Короля Леонта, как бывает, и потом мы, а может с нами в бар, там сидеть, ой нет, говорит, спасибо за приглашение, но мы с женой не здесь живем, нам надо еще там 70 миль ехать на машине домой, мы поедем, спасибо, спасибо, и уходим, мы к этому, что правда ползко, не спотографировались, ни автографа не попросили, все, вот так вот встретились с ползкофилдом, и уходим, Субтитры создавал DimaTorzok